Всем привет! С вами снова я, Дмитрий Фреско. Я Игорь, и вы смотрите кулинарную пропаганду и... Кухню Дель Норте. Я живу в Испании. А я в Америке. И оба мы любим готовить. А самое главное, умеем. Идея следующая. Мы готовим простые закуски, которые подойдут для любой вечеринки. А вы смотрите и облизывайтесь. А если понравится, повторяйте за нами. Ну и конечно же, делитесь своими идеями в комментариях. Игорь, давай определимся, что готовишь ты, а что я. Я покажу, как приготовить простые, но вкусные закуски по-быстрому. Когда приходит куча народу, как правило, главное блюдо еще не готово. А народ надо кормить и поить. Для начала я приготовлю чипсы из лаваша. Универсальная закуска к пиву. Их также можно приготовить из лепешек, питы, ну или из того, что у вас осталось. Второй закуской будут обалденно вкусные жареные баклажаны по-быстрому. Это универсальная и вкусная закуска. Да, кстати, баклажаны любят не все. Но я покажу вам, как их приготовить так, что даже те, кто их не любят, будут их обожать. Ну и наконец, соус с оливковым маслом, бальзамическим уксусом и травами. На это вам понадобится меньше одной минуты. Ну а результат просто фантастика. Димыч, а ты что готовишь? А я займусь приготовлением, пожалуй, одной из самых распространенных закусок в тапас-барах. Картофелем патата с бравос. Это смелая картошка в переводе. Смелая в смысле острая, потому что подается с острым соусом. Кроме того, я приготовлю бакалаву. Это треска. Ее обычно готовят в кляре и подают с алиоли. Алиоли – это испанский чесночный майонез. Я про него ролик уже снимал. Если кто-то пропустил, щелкайте сюда и смотрите. Ну, либо заглядывайте в описании видео. И третьей закуской будет острая чарлиза в уксусно-медовом соусе. Димыч, давай, наконец, начнем готовить свои блюда, каждый на своей кухне, чтобы у зрителей просто мозг не взорвался. А в процессе и поболтаем. Может быть, пивка? Давай. О, холодненькая. Итак, дольше всего у меня будет готовиться картошка, поэтому начну с нее. Вообще говоря, классическая патата с Бравос сначала отваривается почти до готовности и затем готовится во фритюре. Просто потому, что это быстрее. Но я во фритюре буду готовить треску, поэтому картошку отправлю запекаться в духовку. Сразу перекладываю на противень. Немного оливкового масла посолить и убираю в духовку. Слушай, а что это такое вообще тапос? Тапос? Это закуска на один-два укуса с совершенно неясным историческим прошлым. Взаимосе острым соусом. Как это неясно? Вот так. Версия его происхождения – добрый десяток. Например, по одной из них. Она появилась с легкой руки короля Альфонса X, который правил в Кастилии во второй половине 13 века. Тут, вернее, даже две версии. По одной из них он издал указ, чтобы в барах его солдатам выпивку без закуски не продавали. Ну, чтобы те не сильно надирались. А по другой версии он сам чем-то там заболел. И ему в качестве лечения надо было пить вино. Ну, и вот, чтобы сильно не хмелеть, он лечение свое сопровождал такой вот закусью. Есть версия, что тапосы появились в виде ломтика хамона, прикрывающего стакан вином. Тапо – крышка по-испански. И подавать их в барах в обязательном порядке стали с подачи главного испанского инквизитора Торквимады в 15 веке. Он рьяно боролся за изгнание сибирийского полуострова евреев и мавров. Только-только завершилась эпопея с реконкистой. Последний мир покинул полуостров, и Торквимада таким путем хотел выявить оставшихся мусульман, которые не приняли христианскую веру. Что ты имеешь в виду? Ну вот заходит в забегаловку посетитель, а ему тут же вручают стакан вина, накрытый ломтиком свинины. Мусульманам ни свинины, ни вина нельзя. Отказался от угощения, значит, можно сразу звать стражу. А что, правдоподобная версия? Да, правдоподобная. Да только вот англо-испанский словарь, изданный аж в начале 18 века, ничего про слово тапа в кулинарном смысле не говорит. Первое упоминание слова тапа в кулинарном смысле в испанских словарях датируется аж с 1939 годом. И то идет как ангалусизм. То есть вымертый местный диалект. Короче, все понятно, что ничего не понятно. Это точно. Короче, сейчас в Испании этих тапас-баров на каждом углу. Испанцы вообще любят по этим барам забеги устраивать. Собираются с небольшой компанией друзей. В каждом баре по бокальчику вина или кружечке пива принимают и съедают по парочке тапасов. Кто-то один расплачивается и идут дальше. А там история повторяется, только платят следующий. Отлично. Слушай, а из чего можно еще эти твои чипсы сделать? Да из того, что есть дома. Лепешка, лаваш, ну и так далее. А ты сам лаваш дома делал? Ну конечно, и не только. Я работал с узбеками, с азербайджанцами. И они научили меня не просто готовить из теста, а любить это дело. Я, кстати, у тебя видел классные рецепты из теста. Ты там все по-научному, но понятно объясняешь. Как я понял, ты обожаешь баклажаны. А у тебя еще рецепты с ними есть? Да, конечно, я совсем недавно делал баба ганюш. Обалденно вкусно. Жмите здесь, чтобы посмотреть это видео. Звучит неплохо, надо будет попробовать приготовить. Слушай, а чем тебе так нравится чориза? Сама по себе чориза мне не очень нравится. При ее приготовлении используют очень много специй. И она имеет слишком острый и вдобавок такой слишком кислый вкус. Но это же с другой стороны делает ее отличной добавкой к блюдам. То есть я ее использую как приправу, как острую закуску, а не как самостоятельную еду. И вот в этой своей пастаси она великолепна. Кстати, для вот этой закуски вовсе не обязательно использовать именно чориза. Любая острая сыровяленая колбаса подойдет. Например, охотничьи колбаски будут очень в тему. Слушай, я через континент захотел твоих тапасов. Выглядит вкусно и аппетитно. Прямо вах-вах-вах. Подожди, то ли еще будет. Добавлю в муку, соли и пиво. Пиво беру самое простецкое, светлое. Чем кляр гуще, тем он лучше держится. Вот так вот будет нормально. Поставлю нагреваться масло для фритюра и нарежу рыбу. Для этого блюда лучше всего подходят соленые треска. Не в смысле взять свежемороженую, разморозить, бросить щепотку соли и готовить. На Иберийском полуострове очень популярен такой способ сохранения рыбы. Крупную треску разделывают на филе и пересыпают просто-таки чудовищным количеством соли. Рыба отдает много жидкости, становится плотной. Ее вытаскивают из этой соли, пересыпают свежей солью и в таком вот виде хранят. А когда хотят использовать, то хорошенько вымачивают ее, 36-48 часов, регулярно меняя воду. Такая рыба имеет гораздо более плотную текстуру, чем свежее или свежемороженое. Так, колбаса. Добавлю сюда ложку меда и обязательно бальзамического уксуса. Можно, конечно же, использовать и винный, и даже яблочный уксус. Вкус будет слабее, но тоже неплох. Только ради бога, не надо плюхать туда обычную столовую или тем более уксанную эссенцию. Пусть постоит немного на самом слабом огне. К треске в барах подают алиоли. Это испанский чесночный майонез. Все подробности его приготовления я показывал вот в этом ролике. Если кто-то не видел, щелкайте и смотрите. Ну или заглядывайте в описание видео. А сегодня все будет факультативно. Что там? Масло, чеснок, яйцо, соль и немножко работы блендера. Осталось только рыбку во фритюре приготовить и можно наливать. Картошка, кстати, уже готова. Пора вытаскиваться. Какая красота! Так и тянет утащить кусочек. Но горячо. Чериза тоже дошла до кондиции. Острая поджаренная колбаска, кисло-сладкий ароматный соус. Сказка! И рыбка подоспела. Плотная корочка кляра сохраняет внутри весь аромат, все соки рыбы. Попробую это сервировать, как получится. Игорек, я все закончил. Можем приступать. И я тоже все закончил. Раздразнил ты меня своим соусом. Я вообще большой любитель этого дела. Слушай, Игорек, надо нам закругляться, а то народ скоро придет. Давай, счастливо! Созвонимся попозже. Пришла пора пробовать все подряд. Начну с пататас Бравос. Пататас у нас обычное, а вот соус Бравос. Действительно, Бравос. Это соус смелых. Острота сразу требует для себя пива. Теперь чориза. Таким способом можно готовить любую сыровяленую, острую колбаску. Мед и винный уксус создают мощную такую яркую ноту. Ну, как любая пивная закуска, она должна быть очень яркой. Взрывать должна все вкусовые пупырышки во рту. Это супер! Ну и наконец-таки мы зашли до самого любимого мною раздела пивных закусок. Это бакалаву, ну или треска, приготовленная в кляре с соусом льоли. Густой кляр – это ключ ко всему. Он создает плотненькую оболочку, которая удерживает внутри себя все соки этой рыбы. Да, я использовал соленую треску. Из нее эта соль уже вытянула большинство жидкости. Но и это одновременно позволило как раз-таки приготовиться в этой треске так, чтобы не размывать своими соками эту самую корочку из теста. Это супер! Я рекомендую вам, если вы попробуете готовить это дело из свежемороженной трески, во-первых, его хорошо разморозить, а во-вторых, делать кляр как можно более густой. Это позволит ему сохраниться на рыбе. Если кляр будет жидковат, то он, скорее всего, будет сползать во ритюре. Пробуйте и готовьте. Это сказка, это песня. Вот и все на сегодня. Надеюсь, что сегодняшний выпуск с приготовлением блюд 4 руки вам понравился. Обязательно заходите на канал Игоря. Он классно готовит, классно снимает и вообще он супер. Новые зрители, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Они выходят дважды в неделю. И заглядывайте в описании видео. Там ссылки на Инстаграм, на ЖЖ, на Вконтакте. Давайте общаться. Спасибо за компанию. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok